Здравствуйте! В эфире программа «Жесть». В студии Александр Твердовский дали о том, что случилось в городе и области сегодня, 10 апреля. Сегодня в час ночи на пересечении улиц Заозерная и Менделеева столкнулись скорая помощь и машина-такси. По данным ГИБДД, 30-летний водитель медицинской «Газели» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Карета скорой помощи везла больного в медучреждение. После аварии пациента отправили в БСМП на другой спецмашине. За рулем «Лады» находился 60-летний таксист. Он вез двух пассажиров, мужчину и женщину. Всех троих доставили в больницу. Сейчас полицейские выясняют детали этого происшествия. По сообщениям очевидцев в соцсетях, «Газель» скорой помощи выезжала на перекресток с проблесковыми маяками. Коллегия областного суда восстановила справедливость в отношении водителя грузовика, которого изначально обвинили в смертельном ДТП на улице Герцена. Напомню, в августе прошлого года 24-летний студент ОМГУ Феликс Манукян на скорости 150 км в час летел по центральной улице города. В районе агрегатного завода другой водитель, Алексей Чешегоров, на фургоне совершал поворот во дворы. Начиная маневр, Чешегоров не мог видеть помехи в виде Мерседеса, который вынырнул из-за другой машины. В результате Манукян, избегая столкновения с грузовиком, вывернул навстречку, где лоб в лоб столкнулся с Нивой. 49-летний водитель внедорожника скончался до приезда врачей. В результате на скамье подсудимых оказались два человека. Первомайский районный суд приговорил Манукяна к 2,5 годам колонии, а Чешегорова к 1,5 годам колонии поселения. Оба обвиняемых должны были выплатить семье погибшего по 500 тысяч рублей. Однако, пока шли судебные заседания, общественности стали известны интересные детали этого дела. Как выяснилось, Феликс Манукян являлся злостным нарушителем правил дорожного движения. Ему выписаны штрафы на 80 тысяч рублей. А самое главное, за месяц до смертельного ДТП его лишили прав за пьяную езду. В момент аварии Манукян управлял машиной одной рукой, так как вторая была в гипсе. И это, напомню, на скорости 150 км в час. Также стало известно, что отец виновника ДТП является крупным бизнесменом-строителем. Можно предположить, что родственники обвиняемого не пожалели средств, чтобы ответственность их сына разделил и другой водитель. Кстати, на месте Чешегорова мог оказаться абсолютно любой автовладелец. В соцсетях эта история наделала много шума, и подавляющее большинство пользователей выступило в защиту водителя грузовика. И вот состоялась коллегия областного суда. Алексею Чешегорову заменили колонию-поселение на условный срок, и вместо 500 тысяч рублей он будет должен выплатить 200. А вот Феликсу Манукяну добавили еще 8 месяцев колонии. Теперь его срок составляет 3 года и 3 месяца лишения свободы. Кроме того, семье погибшего он должен будет выплатить 800 тысяч рублей. Как сообщает сайт «Новый Омск», узнав о таком решении, родственники Манукяна устроили в здании суда перепалку, и их пришлось усмирять судебным приставом. В итоге правосудие восторжествовало. И лично у меня остался вопрос только к стороне гособвинения. Зачем и в чьих интересах стоило требовать строгого наказания для человека, который по факту стал заложником обстоятельств. В крутой горке сотрудники банка обратились в полицию с заявлением о порче имущества. Ночью неизвестный пытался топором вскрыть банкомат, в котором находилось 2 миллиона рублей. Взломать сейф не вышло. Грабителя спугнул случайный прохожий. На видеозаписях, представленных сотрудниками службы безопасности, сотрудники уголовного розыска узнали ранее неоднократно судимого за преступление имущественного характера жителя микрорайона Крутой Горки, который был задержан по месту своего жительства и доставлен в дежурную часть отдела полиции номер 6. В свои 26 лет задержанный уже несколько раз был судим за кражи. На это преступление он пошел в маске, изготовленной из собственных штанов. Это трико, в котором злоумышленник сделал прорези для глаз, чтобы его не смогли опознать. Трико использовал маску для лица. Учитывая криминальное прошлое фигуранта, по решению суда его заключили под стражу. За покушение на кражу в особо крупном размере молодому человеку грозит до 10 лет колонии. Сегодня органам безопасности Омской области исполняется 100 лет. Сейчас эту службу мы называем ФСБ, а в 1918 году в этот день была создана Омская чрезвычайная комиссия. Первым руководителем местной ЧК стал председатель полкового комитета 20-го сибирского стрелкового полка Владимир Иванович Шибалдин. В наши дни его имя носит одна из улиц города. На протяжении века название службы неоднократно менялось, но задачи всегда оставались неизменными. Стоять на страже национальных интересов, защищать права и свободы граждан. Сотрудникам Омского управления приходилось решать самые сложные задачи. Проводить в разные годы контрразведывательные операции по противодействию деятельности зарубежных разведок. На фронтах Великой Отечественной войны вести в бой армейские соединения и партизанские отряды. Обеспечивать бесперебойную работу оборонных предприятий в глубоком тылу. Разоблачать вражеских агентов и их пособников. Разыскивать изменников родины. Обеспечивать сохранность государственной тайны в оборонно-промышленной сфере. Сегодня сотрудники ФСБ противодействуют деятельности иностранных спецслужб. Ведется непрерывная борьба с международным терроризмом и экстремизмом. Экономическими преступлениями, коррупцией и организованной преступностью. Сегодня сотрудники и ветераны ФСБ России по Омской области почтили память товарищей погибших при исполнении воинского и служебного долга. За достигнутые результаты сотрудникам управления вручили ведомственные награды. Мисс Весна. Конкурс с таким названием провели среди женщин-осужденных. В 13-й колонии участницы соревновались в умении ходить по подиуму и в творческих испытаниях. Заключенные в вечерних платьях доказывали, что если красота и не спасет мир, то однозначно сделает его лучше. Ей похлопаем в ладоши внешний. Участница под номером 3. Наверное, легко. Паркала птичка. Там жизнь, и я все там на этот раз. Я родила, я училась, в общем, ребенок обычный. Но чуть поздно встречается, здесь, понимаешь. Мой выход к вам — это признание своих ошибок по себе. Сейчас не верю я в гадания, отвертно верую себе. Хочу вам рассказать немного о себе. И с собой оставься. Слово «мама» наконец. «Я это ты, нет высоты, ты прикоснись ко мне рукой, я разольюсь к тебе рекой, я всегда буду с тобой». Должна обладать настоящей девушкой. Алло, а ты где пекла-то это все? Здесь? Сейчас она вам не расскажет, где она пекла и почему назвала именно «Солонышки». Конкурс сегодня удался. Так здорово, девчонки все такие хорошие, особенно последние, когда принесли пробовать. Я бы хотел поздравить от души их, чтобы они здесь не находились долго, быстрее бы возвратились и никогда больше не возвращались. Хотелось бы в первую очередь сейчас сказать, наверное, большое спасибо нашей администрации, нашего учреждения, нашему уважаемому Василию Михайловичу, Евгению Сергеевичу. Ну и вам большое спасибо, уважаемые жюри, за то, что у нас есть возможность вспомнить, что мы в первую очередь женщины, не осуждены, что мы можем показать то, что мы умеем. И мы, в принципе, уже каждая здесь мисс, каждая из нас заслуживает и достойна этого звания. Хорошо. Участница под номером один – Валерия. Видуют все, какие есть женщины в Омске, в Сибири. Полицейские помогли амичке вернуть сбежавших пони. Происшествие случилось неподалеку от железнодорожного вокзала. Мужчина сообщил сотрудникам ППС, что рядом с остановкой гуляют две лошадки. Постовые пристегнули животных собачьими поводками и довели до пункта полиции. Как выяснилось, заявлений о краже или пропаже пони не поступало. В ходе опроса граждан был установлен мужчина, который знал хозяйку гривастых. Он позвонил девушке и через несколько минут заводчица уже была на месте. 28-летняя амичка рассказала, что два питомца ночью были на привязи во дворе частного дома. Каким-то образом им удалось отвязаться. Затем пони выбили в заборе проход и ускакали. Нашли их в двух километрах от дома. Хозяйка поблагодарила полицейских, что они помогли вернуть ей любимцев. И на сегодня это были все чрезвычайные новости. Если вы что-то пропустили, выпуски нашей программы всегда доступны на сайте Антенна 7, а также в группе «Жесть» ВКонтакте. Всего доброго. И помните, что «Жесть» – это не только лист металла, но и то, что иногда случается с нами в повседневной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова